Здравствуйте! В эфире телеканал Айтон ТВ, программа «Тема дня». В студии я и ведущий Александр Гурарье. В Узбекистане прошли президентские выборы. Шавкат Мирзеев, действующий президент Узбекистана, по предварительным данным, но это уже практически окончательные данные, набрал более 80% голосов. При этом явка составила более 80%. Со мной в студии политолог Александр Цинкер, руководитель Международного экспертного центра избирательных систем. Александр, добрый вечер. Добрый вечер. Ну что ж, свершилось. Я очень волновался. Думаю, выберут, не выберут. Я так понимаю, что интрига сохранялась до последнего момента? Ну вот вы привыкли к выборам в Израиле и думаете во всем мире тоже так. Хотелось надеяться. Если взять вообще страны бывшего Советского Союза или в частности страны Центральной Азии, то за исключением Киргизии, которые там проходят выборы часто и каждый раз меняют президентов, парламента и так далее, в остальных четырех республиках, в общем-то, спокойно, стабильно проходят выборы. А главное, что иногда очень удивляются коллеги, когда с ними общаются и спрашивают, а как в Израиле, кто будет победителем, и им говоришь, ну непонятно еще, там выборы предстоят. Да даже после выборов зачастую непонятно. Да, по крайней мере эти два года. Выборы прошли, а правительство не создали. Здесь, в общем-то, весь вопрос стоит, сколько процентов придет проголосовать и сколько процентов, в конце концов, будет окончательно ЦИК сообщить. То есть я так понимаю, что самая большая опасность, которую подстерегает ЦИК, такой кошмарный сон председателя Центральной избирательной комиссии, чтобы за действующего президента не проголосовало, не дай бог, больше 100%. Ну, это вообще, конечно, будет плохо. Например, в одной из стран, тоже Центральной Азии, я знаю, что президент перед выбором собирал губернаторов, по-русски, если говорить, районов, и просто угрожал им, чтобы больше, чем, например, 83%, чтобы у него не было голосов в районах, потому что это... Вы перестараетесь, а мне потом коснет. В БСЕ, а мы, кстати, как раз наш Центр очень сотрудничает с БСЕ, мы между собой как бы общались и говорили, что, ну, если меньше 80% или около 80% будет, то это считается, в общем-то, наверное, близко к истине. Но это, значит, вот ничего не произошло, так что можете успокоиться. Кого надо было, того и выбрали. Что касается вообще, чем отличаются эти выборы. Во-первых, первый раз приехали наблюдатели в полном составе. Это первые выборы, где, кстати, была не просто отдельная комиссия в Дичьо БСЕ, которая приезжала, а это была, я бы даже написал, совместная миссия в Дичьо БСЕ, парламентская ассамблея в БСЕ и Европарламент. Они создали вот единую такую комиссию, очень большую, то есть приехало больше 300 человек. Значит, мой Центр, который я руковожу, там есть эксперты, которые, если мы не едем моим Центром, они едут в рамках, там есть депутаты Европарламента или представляют ОБСЕ, они были на этих выборах, они мне прислали разные материалы, более того, прислали отчет предварительный ОБСЕ, на основании чего, в общем-то, я могу, с одной стороны, делать выводы, что было сегодня, а с учетом того, что с 2007 года практически я все выборы наблюдаю, и два года назад я был на рабочем совещании ОБСЕ и Венецианской комиссии, где мы рассматривали поправки избирательного кодекса в Узбекистане. Кстати, было очень много поправок, и часть из них руководство Узбекистана как бы сделало. То вот этот избирательный кодекс, он уже действовал на нынешних выборах? Да, 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 были поправки, потому что, смотрите, есть вещи, которые, ну как бы, можно сказать, реформы начались, но до окончания их реформ, мне кажется, еще долго надо будет идти. Например, до сих пор все равно невозможно создать какую-то самостоятельную партию. Практически те пять партий, которые выставили своих кандидатов в президенты, а другие не могут выйти. Вот нету, что человек, общественный деятель, собрал там, я не знаю, 100 тысяч подписей и пошел на выборы. Только партии могут быть. Но, например, создать еще одну партию практически очень сложно. Это очень большое количество людей, тем более в основном, я думаю, сложно собрать этих людей. И я не забуду тот случай, когда, по-моему, при Каримове, когда были голосования, один из кандидатов, который шел тоже на выборы президента, в интервью с журналистом после того, как он проголосовал, его спросили, а за кого вы проголосовали? Он говорит, ну, я хочу сказать, я проголосовал за нашего будущего президента, за господина Каримова. Значит, он, который идет на выборах, он голосует за кого надо. Секундочку, давайте переведем на русский язык. То есть, правильно ли я понимаю, что вот эти кандидаты, а их там было, если не ошибаюсь, четверо? Нет, ну, действующий президент, еще четыре кандидата, и среди них одна женщина, которая, в принципе, заняла второе место. Набрав 6 с чем-то процентов, кто она такая, я не знаю, ну, наверное, там ее... Ну, поручили, поручили, она вышла, и за нее 6 процентов проголосовало. Очевидно, ее, это самый клан за нее проголосовал. То есть, эти четыре, так сказать, кандидата, они были, собственно, как бы для показухи, да? То есть, понятно, что никакой реальной силы они не представляли и не могли представлять в силу существующего политического строя. То есть, это было как бы вот, как, извините за такое слово, понты для приезжих, для приезжих из АБСЕ, да? Вот, смотрите, у нас женщина есть, да, другие кандидаты есть, все красиво, да? Видите, выборы прошли, все в порядке. Ну, смотрите, в принципе, каждая партия, неважно, она провластная или сочувствующая, имеет право выставить своего кандидата, они и выставили. Да, они понимали, наверное, что, как говорится, наберут сколько. Я помню выборы президента Такаева в Казахстане. Там, например, одна из партий тоже выставила свой кандидат, и он набрал 16-17 процентов. Довольно-таки, в общем-то, много, и там мы и встречали, и активно. А в Узбекистане такого быть не могло? Ну, я думаю, пока нет. Может, со временем дойдет и того, чтобы в Узбекистане... Через 2-3 поколения? Я не знаю, все же поколение, в выборах поколения это каденция. Она меньше, чем поколение, 20 лет, каденция все же 4-5. Посмотрим, смотрите. Так что решили? Кстати, извините, сделана поправка, кстати, избирательного кодекса. Господин Мирзиоев, которого сейчас выбрали на второй срок, если он не изменит Конституцию, он больше не имеет права избираться. Да, вот такая поправка сделана. И, кстати, вот сегодня, типа, стоит вопрос, а что это ОБСЕ, такую здоровую группу, миссию прислала рассматривать? Узбекистан интересен сегодня с нескольких сторон. Во-первых, в последнее время очень часто Узбекистан упоминается, потому что рядом сосед Афганистан, и всем странам интересно, а что же происходит в соседней с Афганистанной стране. Это раз. Во-вторых, поменялось отношение к руководству Узбекистана, когда на прошлых выборах стал президентом Мирзиоев, и он начал ряд реформ. Действительно, реформы идут, какие-то быстрее, какие-то медленнее, особенно в экономике им очень много изменений. И сегодня ОБСЕ поменяло как бы свою тенденцию. Если раньше было у нас, прошлого президента, как бы давление, то с этим президентом стараются, как бы поддержку им дают. Мы тебя поддерживаем, давай те реформы, которые обещал, давай делаем все, что нужно, мы поможем. Поэтому, вот я говорю, и венецианская комиссия с ОБСЕ сидели, предложили, поправки сделали. Более того, даже сейчас я читаю предварительные отчеты ОБСЕ, при всем том, что они говорят, с одной стороны, действительно обширные реформы произошли, и предыдущие рекомендации очень многие учтены. Но надо идти дальше, потому что мы готовы, все, что нужно, вам помочь, и на это, в общем-то, все надеются. Хорошо, а по поводу наблюдения за выборами, что сказали, что написано в протоколах комиссий, есть ли нарушения, то есть в целом выборы признаны состоявшимися? Ну, смотри, вот я просто возьму цитату из того, что сказал руководитель Миссио ОБСЕ, что хотя подготовка к выборам была осуществлена профессионально и эффективно, процесс голосования в день выборов был оценен отрицательно на существенно большом количестве избирательных участков. Что значит? Явка превысила отметку 80%, но при этом наблюдались многочисленные серьезные нарушения, как, например, большое количество избирателей было добавлено в список избирателей без осуществления надлежащих мер контроля. Я это, кстати, замечал, особенно в маленьких городках приходят люди голосовать, там сидят их соседи или соседнего дома, может, где-то и родственники, они даже не спрашивают паспорта, но он его знает. Правда, когда они увидели международного наблюдателя, они им говорили, не-не, пойди домой, принеси паспорт и проголосуй. Что еще было интересного? Были признаки броса бюллетеней где-то, процедура подсчета голосов часто не соблюдалась на избирательных участках, возникали трудности при сверке результатов. А вот по поводу большой явки, мне очень понравилось, я посмотрел сегодня статью одной из журналисток «Jurism Post», которая присутствовала, я так понимаю, на выборах в Таштите. Израильская журналистка. Да, израильская, которая обозвала статью «Высокая явка на выборах в Узбекистане рассматривается как победа демократии». Вот как-то, честно говоря, умилил такое заглавие, если взять вот этот, правда, спорный такой подход, то можно сказать, что демократия в Узбекистане намного уступает демократии в Чечне, потому что на последних выборах в Чечне проголосовало больше, чем 94% из всех. И уж во много раз превышает демократию в Израиле, где на выборах явка 60% считается просто потрясающей. То есть мы как бы должны еще в этом отношении по поводу взять параметр количества. Мне интересно, это она серьезно написала или прикололась? Ну, по крайней мере, когда в Джерл Зампот пишется заглавие статьи, не в тексте где-то, а это основное заглавие, я не знаю. Вряд ли она с иронией такую вещь писала. Для чего ее взяли, отвезли в Ташкент, приняли. Я думаю, наверное, она старалась как бы отблагодарить хозяев. Вот надо было найти какой-то такой подход. А что вот я читал в отчетах, что, к сожалению, были случаи, когда приходили, так сказать, то, что называется семейное голосование. То есть приходил один человек и вбрасывал там 5, 6, 7, 8, 10. Ну, это национальный такой вид голосования. Я помню в 2000-е годы, по-моему, это был Самарканд или Бухарай, не помню. Я стоял, смотрел, наблюдал за выборами, и какой-то очень важный человек пришел, потому как началось шевеление в комиссии. Я спросил, кто это, говорит, это прокурор области. Я говорю, ну, можно познакомить, и международный наблюдатель. Да-да, пожалуйста. Я говорю, простите, у меня вопрос, вообще у вас можно голосовать там за несколько человек? Они говорят, ну, что, как с законом запрещено. Я говорю, давайте посмотрим, вот видите, женщина голосует. Вот видите, один, второй, третий, четвертый, седьмой, восьмой бюллетень, да? Он говорит, ну, я эту знаю семью. Там же это воскресенье. Мужчины пошли на рынок, а ей поручили за всю семью прийти проголосовать. То есть у них консенсус в семье, я даже не сомневаюсь. Ну, да, они обсудили, наверное, дома утром перед тем, как проголосовать. С этим начал бороться еще Каримов. И даже перед этими выборами тоже были обращения. Прекратите семейное голосование. Да, оно уменьшилось. Намного уменьшилось. Нет, я не понимаю одного. Послушай, ну, вот, когда приходит человек голосовать, ну, по крайней мере, вот как у нас, да, и предъявляешь паспорт, тебе дают, это самое конверт, да, и ты идешь, выбираешь бюллетень, который надо, вкладываешь, а если у тебя этого конверта нет, то куда-то вкладываешь. Смотри, там... То есть тогда ты ничего не можешь? Нет, конверты это только у нас. Там же во многих странах, в большинстве стран, это бюллетень. Так ты можешь там взять 10-20... Так, ну, приходит, приходит женщина с паспортом своими мужа, подходит, сидит там, например, знаешь, кстати, есть, в Узбекистане есть такое понятие махаля. Очень интересное, кстати. Мне кажется, вот это самоуправление в квартале, очень часто они на себя берут очень много функций, и положительных в смысле. Вообще это явление надо изучать. Вот. Так в этой махале все друг друга знают. Вот она пришла, сидит ее соседка, она пришла с собой, принесла свой паспорт и мужа. Она отмечает их двоих и дает два бюллетеня на нее и на мужа. Я не хочу сказать, что это всегда так делается. Нет. Намного уменьшилось. Но вот это национальный вид голосования. Более того, я как наблюдатель, вот тому же прокурору я сказал, понимаете, вот моя цель, как бы вам указать на какие-то недостатки, чтобы вы их справили. А если сейчас будет вместо меня наблюдатель ОБСЕ, он просто возьмет, а бланки у нас очень похожие, как мы когда наблюдаем, что, где птички ставим. Оно уже так все сделано, чтобы почти что не писать. Легко, да, быстро-быстро. Все нарушения известны заранее. Да, да, да. Ну списки это мы готовим, ну это бланк. У нас три вида бланка. На открытие участка в течение дня много бланков. И на подведение итогов. Тоже специальный бланк. Я говорю, вот понимаешь, он тут же это отметит. Или, например... Секундочку, а ты не отметил? Нет, я не отметил, я просто объяснил, говорю. Ну они подошли, женщины, и сказали, ну не надо. Или, например, очень часто делается там, ну представь, я утром, меня везут на первый участок, а там по планам как бы телевизионные камеры. И вот ты приезжаешь, стоят там 7-8 камер, и ваши впечатления о выборах. Ну трудно сказать, когда ты только приехал на первый участок. Ну приходится рассказывать, как шла подготовка к голосованию и так далее, и так далее. И потом людей очень много. А опять же приходишь, организаторам говоришь, понимаете, много людей на участке, это тоже плохо. Если вы хотите сказать, что вот у нас массово голосуют очереди, так на улице есть очередь, это хорошо. Но если внутри помещения ходят с бланками, бюллетенями, и непонятно, он с ним ушел, или проголосовал, или где-то там на окне что-то отмечают, это, говорю, нехорошо. Не надо вот эту массовость устраивать. То есть за эти 15 лет, что я езжу, там, конечно, происходят изменения. Дай Бог, чтобы они шли быстрее. И я всегда в этих странах, когда общаюсь с руководством, я говорю, вы знаете, вот мое желание, чтобы у вас скорее появилась конструктивная позиция. А вот это зря. Нет, 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 я, опять же, в Казахстане выступал после Назарбаева. На съезде партии я был приглашенный как депутат из Израиля. Как бы трудно было очень что-то говорить. Такой человек серьезный выступил. И я говорю, вы знаете, вот что бы мне хотелось, чтобы действительно Казахстан развивался и так далее, но и чтобы у вас была действительно конструктивная позиция, которая не то, что там на митинги только выходила, а с программами развития страны и так далее. То же самое хочется и Узбекистану, чтобы... Там есть изменения. Раньше, например, сайт Фергана, который нельзя было смотреть на территории Узбекистана, и еще несколько сайтов, они были закрыты. С приходом Мерзиоева они открылись. Можно читать, там положительная информация, отрицательная информация. То есть изменения есть. Но скорость этих изменений, к сожалению, в общем-то, желает более ускоренного изменения. Ну что ж, стабильность, стабильность это здорово, и как хорошо, когда еще задолго до начала выборов уже знаешь, кого выберут. Александр Цинкер, политолог, руководитель Международного экспертного центра избирательных систем, прошлый депутат израильского парламента Кнесета. Спасибо, что нашли время побеседовать с нами. А наша программа подошла к концу. Всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин